Новый виток гибридной войны. Сайты украинских органов власти подверглись кибератаке. Безопасность в Черноморско-Каспийском регионе. Совместную декларацию подписали президенты Украины и Азербайджана. Вода будет. Близ Торецка начали строить новую ветку водоснабжения. Вы смотрите новости Украины. В студии Светлана Леонтьева. Добрый вечер. Атаки по всем фронтам. Минимум 100 тысяч кадровых российских военных у границ Украины. Из российских минометов запрещенных калибров. Подконтрольное Кремлю незаконное вооруженное формирование ежедневно обстреливают украинские позиции на Донбассе. А в оккупированном Россией Крыму испытывают российские ракетные комплексы. Но и этого Кремлю показалось мало. В ночь на пятницу хакеры одномоментно уложили официальные сайты 70 украинских госструктур. Жертвами самой мощной за последние четыре года кибератаки стал портал ДИЯ, официальный сайт госслужбы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров и еще десятка министерств и ведомств. При переходе на их страницы пользователи видели провокационное сообщение на украинском, русском и польском языках. В каждом обилие грамматических ошибок и предупреждение о якобы утечке в сеть личных данных украинцев. Так ли это на самом деле? И почему украинские специалисты говорят о российском следе в кибератаке, разбиралась Влада Цуркан. Ночь с 13 на 14 января. Практически одна момента около 70 официальных сайтов легли под натиском хакеров. Это одна из самых мощных атак за последние несколько лет. На стартовых страницах ресурсов всплыли объявления провокационного характера, якобы утечки данных украинцев. Но слив информации удалось предотвратить. Оскорбительные заявления на госсайтах написали на нескольких языках, среди которых и польский. Эксперты убеждены, что таким образом хакеры намеревались поссорить Польшу с Украиной. Там были такие понятия, как Волынь, там были УПА. То есть то, что будто бы должно на сегодняшний момент волновать украинско-польские взаимоотношения. Мы должны дать четкий сигнал польской власти о том, что сейчас возможны такие же кибер-террористические атаки на польские органы власти. Возможно, будут подписаны украинскими националистами, как будто это звучит как ответка, и для того, чтобы поссорить между собой Украину и Польшу. По данным Центра киберзащиты, подобные хакерские атаки в последнее время участились и в большинстве случаев у них российский след. Последняя подобная атака на сайты украинских общественных организаций и медиа произошла после применения украинской армии Байрактаров на Донбассе в октябре прошлого года. Есть все основания полагать, что за сегодняшней кибер-атакой стоят хакеры из России. «Тие данные, которые проводили расследование других инцидентов, суттевых инцидентов, вказывают на то, что эти атаки безусловно подходят с боку Российской Федерации. Можу сказать, что первое информационное поведомление про то, что сделано атаку на наши державные сайты было размещено на информационных ресурсах соседней Украины». По убеждению конфликтологов, хакеры также намеревались селить недоверие к успешной реформе диджитализации и заставить украинцев бояться утечки своих персональных данных. Однако в Министерстве цифровой трансформации уверяют, что вся информация под надежной защитой. Мобильное приложение «Дия» работает в штатном режиме. «Дия» – безопасный продукт, не хранящий персональных данных, а только отображающий их из реестров. Министерство цифровой трансформации из Фейсбук. Кто на самом деле стоит за ночной кибератакой, станет известно после того, как госпедсвязи совместно с СБУ и киберполицией завершат расследование инцидента. Сейчас же большинство государственных сайтов возобновили свою работу. Влада Цуркан, Александр Бугай. Новости Украины. Масштабная кибератака может быть делом рук российских хакеров, считают в соседней Польше. Пресс-секретарь министра координатора спецслужб страны Станислав Жарын назвал ее частью типичной деятельности спецслужб России. А в Евросоюзе заявили – мобилизуют все ресурсы для помощи Украине после кибернападения. Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. Трудно сказать, кто за этим стоит. Я не могу никого обвинить, так как у меня нет доказательств. Но мы можем представить. Этим утром мы услышали новость о хакерской атаке на сайте украинских госучреждений. Это как раз одна из тех вещей, о которой мы предупреждали и которые боялись. Конечно, мы должны увидеть, кто ответственен за это, но это также усиливает напряжение. Именно поэтому мы должны быть очень твердыми в наших посланиях России. Если она стоит за атаками против Украины, мы будем очень суровыми и решительными в нашем ответе. Масштабную кибератаку на Украину уже осудили в НАТО. По словам Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс в ближайшие дни подпишет соглашение об усилении киберсотрудничества с Украиной. Это даст нашей стране доступ к западной платформе обмена информацией о вредоносных программах. Не только Украина регулярно подвергается кибератакам извне. Жертвами хакеров, преимущественно российских, регулярно становятся самые могущественные страны мира. По данным исследования американской корпорации Microsoft, Россия генерирует более половины всех кибератак мира, а именно 58%. Это самый высокий показатель среди всех стран. Руками хакеров Россия не единожды пыталась вмешиваться в выборы США и Германии, взломать всемирную антидопинговую агентство. При этом Кремль традиционно отрицает свою причастность к глобальным кибератакам. Не удивлюсь, если это дело рук России. Вы можете предположить, почему мы находимся в очень затрудительном положении в Европе. Мы просим дипломатии, переговоров с Россией. Мы хотим посмотреть, как они. Мы все сможем обеспечить безопасность для всех европейцев. Но, конечно, есть красные линии. Вы не можете идти против международного права. Вы не можете угрожать суверенным странам Европы. Вы не можете просить другие суверенные страны не быть свободными в выборе своих союзов безопасности. Пока НАТО обещает нам помощь в защите от киберпреступников, Россия продолжает настаивать на предоставлении гарантий невступления Украины в Североатлантический альянс. Получив категорический отказ в Брюсселе, теперь требуют еще и отказа письменного. И, по мнению военных экспертов, готовят новые провокации. Какие именно, выясняли мои коллеги. Аппетиты Кремля растут с каждым днем. Теперь уже гарантий невступления Украины в НАТО, предоставлять которой альянс не собирается, России недостаточно. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Даже если Украина останется вне НАТО, там могут быть двусторонние договоренности с американцами и англичанами. Это нам тоже неприемлемо. Теперь туда еще хлынул Евросоюз. Они активно пиарят направление своей военной миссии на Украину. Сергей Лавров, министр иностранных дел России в интервью российским СМИ. Но дело в том, что вне НАТО Украина не останется. Генеральный секретарь альянса Йенс Толтенберг заявил, решение о вступлении нашей страны, а также Грузии в НАТО уже принято. И россияне не могут вмешиваться. Они хотят восстановить какое-то влияние, зарезервированное для великих держав. Но это не та Европа, в которой я хотел бы жить. Европейские государства свободны и независимы. Но Россию пока убедить трудно. Более того, ожидая следующего раунда переговоров с Западом, Кремль уже начал повышать ставки. Но ничего нового, кроме излюбленного бряцания оружием, не придумал. Это касается, например, заявления о возможном размещении российских военных на Кубе или же в Венесуэле. Это кризис жанра определенный, потому что это те же ошибки, которые совершал Советский Союз в всем известные дни начала 60-х годов Карибского кризиса. Что они будут делать? Они будут атаковать Америку из Кубы или из Венесуэлы? Как это может быть? И что, если они посылают сюда солдаты? Что солдаты будут делать? Они будут сидеть и считать ракочки. И здесь же будут и традиционные военные манипуляции. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военных, чтобы обвинить в этом Украину. Так, личному составу, который находится в Приднестровье, на совещании сообщили о якобы провокациях в поселке на границе с Украиной. По данным украинской разведки, все военные уведомлены о необходимости прибыть в воинскую часть по определенному сигналу. Плюс известно, что Российская Федерация начала проверку боевой готовности своих войск на неподконтрольной Киеву части Донбасса. В частности, отдельные формирования выводят на полигоны. Они сейчас что-то еще придумают. Сейчас же стоит отметить, что начался раунд учений военных в России в Хабаровске. Один этап и второй этап – это 20-я армия под Воронежем, что для нас более угрожающе. Но, тем не менее, надо понимать, что Украину они в покое не оставят. И они, я думаю, что мы будем еще точно несколько месяцев до конца года наблюдать активность у границ, учения. Я думаю, что есть угроза действительно кибератак. Возможно, какие-то провокационные действия где-то еще у границ, на севере или на юге. При этом и Украина, и ее союзники к российским провокациям готовы. Но основная цель – это продолжение диалога. Госсекретарь США Энтони Блинкин в интервью радиостанции NPR отказался оценивать вероятность российского вторжения в Украину, заявив, что президент Путин превосходно владеет искусством не давать окончательного ответа. Если они пойдут по второму пути, это будет иметь серьезные последствия. Я не буду уточнять, что мы сделаем. Скажу только что, если речь идет о санкциях, об экономических и финансовых мерах, а также о необходимости укреплять Украину в плане обороны, усиливать оборону НАТО, мы планируем сделать то, чего не делали раньше. Энтони Блинкин, госсекретарь США, в интервью радиостанции NPR. При этом, говорят эксперты, именно Россия сама того не желая сейчас влияет на укрепление и расширение альянса. Так в НАТО заявили, в ближайшее время могут принять Швецию и Финляндию в свои ряды. И эти страны выразили готовность вступить в Североатлантический блок именно из-за нарастающей российской агрессии. В частности, в Стокольме заявили о повышенной активности России в Балтийском море, из-за чего сейчас скандинавские вооруженные силы вынуждены усиливать свою боевую готовность. Ирина Коваленко, Новости Украины. Украина и Азербайджан будут вместе противостоять гибридным угрозам и обеспечивать безопасность в Черноморско-Каспийском регионе. Это один из пунктов совместной декларации, которую подписали по результатам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев. Об итогах двусторонних переговоров расскажет Юлия Крючкова. Новые совместные проекты в оборонной сфере и координация позиций во время работы на международных площадках, таких как ООН и ОБСЕ. Об этих шагах для обеспечения безопасности в регионе договорились президенты Украины и Азербайджана во время двусторонних переговоров. Закріплена готовность надавать обопильную поддержку суверенитету территориальної ценности наших держав в международных кордонах, спільно против действий гибридным загрозам прагнения обеспечить мир и стабильность у Черноморско-Каспийском регионе и за его межами. Ци и несколько других позиций декларации кроме декларации об углублении стратегического партнерства по результатам переговоров подписали еще пять документов о сотрудничестве в разных сферах. Много внимания уделили вопросу развития торговли между странами. В 2021 году, несмотря на пандемию, удалось нарастить товарооборот между Украиной и Азербайджаном до рекордного за последние семь лет показателя – почти миллиард долларов. А к 2024 году его хотят удвоить. Баку остается важным партнером Украины в сфере энергетики. Поставки азербайджанского топлива в страну планируют увеличивать. Государственная компания Азербайджана «Сакар» серьезно настроена на расширение сотрудничества. Сейчас она имеет масштабную сеть автозаправочных станций по всей Украине. Конечно, наше сотрудничество также касается нефтяной отрасли, в том числе нефтепереработки. Это та сфера, в которой мы можем развернуть более активную работу». Также Владимир Зеленский пригласил азербайджанских инвесторов вкладывать деньги в украинские проекты, в том числе участвовать в большой приватизации. Кроме того, перспективное направление – развитие транзитных перевозок. Стороны обсудили создание транспортного коридора, который объединит Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову. Юлия Крючкова, Юрий Шульга. Новости Украины. В Государственном бюро расследований могут устроить перекрестный допрос между Петром Порошенко и Виктором Медведчуком по так называемому угольному делу. Уже в ближайший понедельник Порошенко, как он сам заявляет, вернется в Украину. На каком этапе находятся следствия, расскажет Лариса Зубенко. Сегодня в Печерском суде Киева должно было состояться оглашение полного текста решения об аресте имущества Петра Порошенко, недвижимого, движимого и корпоративных прав на субъекты хозяйствования. Однако, как объяснили в пресс-службе суда, судья, которая ведет дело, ушла в отпуск. Оглашение перенесли на 19 января. И теперь на нем сможет присутствовать и сам фигурант дела. Тем более, что он обещает вернуться в Украину уже в следующий понедельник. Сам нардеп, пребывая за границей, не раз заявлял, готов участвовать в судебном процессе и вместе с адвокатами защищать свои права. Я не могу не вернуться и придать миллионы. И миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду. В 2014 и 2019 году. Петр Порошенко, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность». В комментарии изданию «Настоящее время». Также, как говорит Порошенко, его поездка в Европу в середине декабря 2021-го, когда Государственное бюро расследований пыталось вручить нардепу повестку, была запланирована. Однако в ведомстве предоставляют другие данные. Госбюро расследований уже опубликовало в соцсетях уведомления Печерского суда о том, что рассмотрение дела назначили на 11 часов в понедельник. Сначала нардепу будет избрана мера пресечения. Однако о чем будут ходатайствовать детективы бюро, пока не известно. Подозрение в государственной измене Госбюро расследований объявило Петру Порошенко еще 20 декабря. Речь о возможной контрабанде угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще в 2014-м, во времена его президентства. 6 января Печерский районный суд столицы арестовал все имущество и активы нардепа. Лариса Зубенко, Влада Цуркан, Виктор Головко, Александр Бугай. Новости Украины. В Торецке Донецкой области ремонтники получили гарантию безопасности двусторонний режим тишины, чтобы ликвидировать овалию водопровода. Один из основных порывов был обнаружен на неподконтрольной Украине территории и больше двух недель жители города испытывали проблемы с водоснабжением. Чтобы в будущем такого не возникало, начали строительство новой ветки. Подробнее расскажет Алена Грамова. Старая линия водоснабжения Горловко-Торецк была построена еще полвека назад. Воду качают вблизи Славянска из крупнейшей реки Восточной Украины – Северский Донец. Затем водопровод заходит на временно неподконтрольную территорию вблизи Горловки. И уже оттуда очищенная вода подается в Торецк. За годы конфликта водопровод десятки раз был поврежден осколками крупнокалиберных снарядов незаконных вооруженных формирований. И только режим тишины давал возможность ремонтным бригадам выполнять аварийные работы. Не только обстрелы являются проблемой для водоснабжения. Оборудование изношено. Из-за аварий на нем лишь за последний год жители часто не получают воду полноценно. Строительство нового Торецкого водогона ведется вблизи линии соприкосновения. Теперь водопровод не будет заходить на временно неподконтрольные территории. Это позволит вернуть тот объем воды, который Торецк получал до 2014 года. Это в три раза больше, чем сегодня. Вот именно из этого места, из этой трубы, из третьего подъема Северодонецкого каналу, будет подключение Торецкой ветки водогона. Подготовительные работы по прокладыванию водогона практически завершены. Вырыты траншеи и запаяны пластиковые трубы. Вы сами видите прекрасно, что с такой толщиной стенки эта труба придатна не один год проработать и не десятилетия. Неотъемлемой частью по строительству нового водогона в обход временно неподконтрольных Украины территорий является строительство фильтровальной станции. Площадка готова и частично уже залит фундамент. Это будет новая фильтровальная станция, по-моему, с украинским обладанием, которое выработается и разработано в Украине. Это дополнительный украинский проект. На строительство новой ветки водогона Горловка-Торецк планируют потратить около 150 миллионов гривен. Работы завершат к концу года. Старая линия пригодится как резервная. В областной администрации говорят, новый проект не повлияет на водоснабжение временно неподконтрольной части области. Алена Грамова, Владислав Бобрун, Евгений Кармазин. Новости Украины. Восходящая из везде сноуборда из Китая Ван Си Си всего три года. И всего за 12 дней тренировки она уже демонстрирует впечатляющие навыки катания. Талантливая малышка виртуозно преодолевает горные склоны в провинции Хэбэй на севере Китая с очевидной легкостью и бесстрашием, вызывая восхищение опытных спортсменов. Родители Ван говорят, что это хобби их маленькой дочери неожиданно сблизило всю семью. С пожеланием всегда чувствовать тепло ваших родных людей я прощаюсь до следующего информационного выпуска. Больше новостей, в том числе и о вакцинации, смотрите на нашем сайте и в соцсетях. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok